Российская фигуристка Ирина Слуцкая, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России, приехала в Щелковский район в рамках выездного заседания Комиссии Общественной палаты Московской области по развитию спорта, туризма и внедрению здорового образа жизни. На повестке дня важная тема – развитие при общении к спорту, тема, которой сегодня важно уделить должное внимание. На заседании присутствовали глава района Надежда Суровцева, заместитель руководителя администрации Юрий Родионов, а также другие представители различных структур района. Докладчики в своих выступлениях делали акценты на нескольких моментах. Это в первую очередь стратегия развития массового дворового спорта, проблема недостаточного оснащения образовательных учреждений современными спортплощадками, а также доступность спортивных сооружений для маломобильных групп населения. Сегодня состоялось заседание нашей комиссии по спорту, туризму и формированию здорового образа жизни при Общественной палате Московской области. Обсуждали очень много новых проектов, слушали, чего не хватает, вникали в проблемы, наметили себе план на ближайшие месяцы работы нашей комиссии. Обычно мы проводили наши комиссии в Думе правительства Московской области. Сейчас было принято решение сделать выездную комиссию здесь, в городе Щелково. Я думаю, что мы будем ездить по различным муниципалитетам и комиссии проводить в различных муниципалитетах. В ходе обсуждения коснулись и темы реализации программы ГТО на территории области и конкретно в Щелковском районе. В этом направлении подчеркнули присутствующие и нам есть чем гордиться. Думаю, что Щелковский район в числе лидеров по внедрению этого комплекса совершенно четко были поставлены задачи, чтобы сделать его общедоступным как по сдаче, так и по подготовке к сдаче. Первое и главное – это строительство спортивных объектов, их содержание и обслуживание. В этом, утверждает Ирина Слуцкая, важно понимать, развитие массового и дворового спорта должно и может активно поддерживаться как со стороны областных властей, так и на местном уровне. О том, как обстоит дело в нашем Щелковском районе, говорили и даже показывали. Вот активно работающий массовый и профессионально направленный универсальный комплекс Подмосковья, вот стадионы при школах, вот спортплощадки и ФОК с ледовой ареной – все в развитии. О ледовой арене, в которой уже полным ходом идет работа по набору секций, рассказал директор Евгений Святский. Наш объект готов к эксплуатации, что он готов работать. Проведена работа по организации набора детей, спортивной группы по хоккей, по фигурному катанию. ФОК – это новое место, нужно посмотреть, как он будет работать, как он будет взаимодействовать с гражданами. Единственная у нас здесь проблема – то, что для людей с ограниченными возможностями пока не все решено. Но, как сказал директор этого катка, что этот вопрос будет решаться. И для нас это первостепенная задача, потому что люди с ограниченными возможностями тоже должны заниматься спортом. Во многом типовые проекты, по словам докладчиков, требуют доработок. Учитывая всевозможные сложности, в том числе финансовые, важно понимать, есть вещи, экономить на которых нельзя. Например, адаптивные тренировочные конструкции для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в своем выступлении рассказала Светлана Паршина, консультант-эксперт общественной палаты Щелковского района. Мне кажется, еще можно довнести какие-то изменения, потому что не все ФОКи сданы. Есть еще часть, которая находится в проектировании. Может быть, им повезет что-то изменить в проекте. Как раз в части доступности среды и еще в части развития паралимпийских видов спорта. Говорили и о спорте высших достижений, который не может существовать отдельно от детско-юношеского и массового спорта. Во времена Советского Союза практически в каждом дворе была хоккейная коробка и универсальная спортивная площадка для футбола, баскетбола, волейбола. И сегодня девиз прошлого – от массовости к мастерству, от мастерства к олимпийским вершинам – актуален как никогда. Лилия Тимеева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».